Друзья, нигде так не ждут Новый год, как в детском саду Ну а такой ребёнок наверняка был в каждой группе Так, дети, здравствуйте, Картункова в угол Зачё я ещё ничего не сделала? А что, мы ждать будем? Иди Так, всё, тихо, ребятки, сейчас мы будем разгадывать загадки Ножницы, огурец, расчёска, груша Так, Картункова, ну если ты самая умная, может быть, ты нам загадку загадаешь? Лает и кусает, потому что её никто не раздевает А? Кто это, а, Екатерина Ивановна, а? АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Так, ты у меня останешься без запеканки? АПЛОДИСМЕНТЫ Пофиг! АПЛОДИСМЕНТЫ А вот Дедушка Мороз придёт на Новый год и спросит, кто себя плохо вёл в этом году? И что ты скажешь? Толик Какой Толик? Сердюков, прикинь? АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Тема приветствия Мик и Маус и все-все-все Ну раз все-все-все, значит и немцы Где-то на фронте АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Как ты думаешь, если мы тебя повесить не смогли? АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Расстрелять не сможем? АПЛОДИСМЕНТЫ Зачем ты уничтожила наш продовольственный склад? А, вот вы даёте Вы ж меня сами в нём на ночь закрыли Как найти нам Сталина, говори? Чё его искать? Вы про него они идут, расскажите, за вами сами приедут Эти русские над нами издеваются Мы поймали партизан Что, Ольга, предала нас? Ты там давай, стой, не выступай Закройте их на продовольственном складе О, слышал, на продовольственном складе Идите, пожрите, через полчаса уходим Сидоров, руки помой Петров, чё такие грязные в плен-то залез Прям выйду, поубиваю вас Сначала их поубиваю Потом выйду, вас поубиваю Да хватит! Говори, где танки? Я не скажу, где наши танки Да зачем нам ваши? Ты нам наши верни! Где танки? Слушай, ну зачем тебе танки? Ты же девочка Алё А я сколько раз говорила Не звоните мне в плен Ромин, дорого, давайте Иди сюда Наши сейчас там через полчаса мост будут взрывать Мне на тот берег надо Я пойду, ладно, давай Ты никуда не пойдёшь Так, мисс Анорексия Ты не поняла? Я говорю Номер окончен Я ухожу Мне пора, давай Что? А чтобы добраться до нашего уездного города Нужно проехать на поезде Ой, простите Вы, наверное, ошиблись Это моё место Чё, я тебя спрашиваю Чё это место, что? Нет Ну, рот закрой Чё ты читаешь, читай Что вы себе позволяете вообще, женщина? Что я себе позволяю вообще, женщина? Иногда после шести не ем А так Всё себе позволяю О, шоколадка Могу себе позволить Я сейчас милицию вызову Толя, одевайся Тебя сейчас вызывать будут Давайте тебе историю расскажу Смотрю, всё равно спать не собираешься Почему это не собираюсь? Вот ты наглая вообще Человек тебе историю рассказывает Что ты спать собираешься? Вы что, совсем с ума сошли, женщина? Молодая я была Парень к нам приехал Студент-практикант Но я решила это дело не затягивать Сразу взяла быка за рога До сих пор здесь два шрама А с парнем что? С каким парнем? Ну, который к вам приехал в деревню Практикант Вот ты даёшь Ты чё, спала что ли, а? Да вы ненормальная Проводник! Да действительно, проводник! Проводник! Чё вырите здесь? А-а-а-а Билеты готовим! В этом году великому мультипликатору исполнилось 110 лет А взаимоотношения соседей бесконечны Итак, обычный российский двор Серёжа, сыночек, пойди поиграй с Павликом Да оставлю, оставлю Женщина, что вы делаете? Ты чё, на сварку смотрела? В смысле? Чё, не видишь, бельё снимаю Вы моё бельё снимаете? Чё ты орёшь? Когда твой муж с меня бельё снимал, я так не орала Что? Да ладно, шучу Орала Слушайте, ну вы наглая вообще Конечно наглая Я единственная, кто ума вроде свои деньги назад лично отжала Женщина, я первая сюда пришла Первая и уйдёшь Павлик Павлик, ты зачем кирпич взял? Брось кирпич Я тебе сказала, брось кирпич Ну это моя машина А это муж мой, Павлик Он как вермуту набьётся, постоянно чё-то бьёт Серёжа, сынок, садись на папу Ползите домой, скоро мультики начнутся Да оставлю, оставлю Друзья, в последнее время на дорогах появилось очень много женщин за рулём А на нашей родной земле они ещё и таксуют Слушай, походу у тебя ремень этот ГРМ на зуб перескочил, да, поэтому движок и потраивает А так вообще я в велосипедах не разбираюсь Здрасте Свободны Тысяча Аэропорт, триста Поехали Чё-то стёкла запотели, чё, пьяненькая? Нет Я, что ли? Хочешь, анекдот расскажу? Нет, спасибо Ну как хочешь А я, прикинь, сегодня на вызов приезжаю А из подъезда выходит немец француз и русский, а королем говорит Кто мою дочку? Да прекратите Ага А чё это вы проституткам сигналите? А чё мне их давить, что ли? АПЛОДИСМЕНТЫ Женщина, следите за дорогой, пожалуйста За дорогой пусть Собянин в Москве следит Знаете, вообще очень интересно, как вы таксисткой стали Ой, это очень смешная история, как вспоминаю, всё время смеюсь Ага, утром, значит, проснулась, решила пойти в такси работать И пошла Странное у вас чувство юмора Женщина! Так, а почему мы тут свернули? Сейчас человечков заберём от них Каких ещё человечков? Давай, поехали, поехали, поехали Ты рот закрой, закрой рот! Всё, тормози! Хлебы домой купи! АПЛОДИСМЕНТЫ Так, знаете что, высадите меня прямо здесь Ага, тысячу триста Как, я же сказала триста А я сказала тысячу, и того тысячу триста Да ладно! Когда на Новый год Дед Мороз поздравил всех и подарил подарки Он возвращается домой, где его ждёт любимая жена Ну давай, рассказывай, где ты был Подарки дарил Подарки, зашибись Я, значит, партию китайских игрушек взяла Думала, перед Новым годом денег заработаем Он взял их все раздарил Но это же дети Дети? Это дети, да? Я год работаю, он за ночь все выносит Я год работаю, он за ночь все выносит Год работаю, за ночь все выносит И так 2013 раз Ну работа у меня такая Устроился он на работу Сутки через 364 А че ты летом не работаешь? А нет, летом работаешь Ты че гардеробщица? Ты посмотри на себя 40 лет ты выглядишь как дед Ты-то такой с тебя не выглядишь как дед Что я тебе не дочку, а внучку родила Мам, ты звала? Звала! Вот ты мне, Снегурочка, скажи Ты кем хочешь стать? Не знаю Не знает она, слышишь? А что ты умеешь делать? Хороводы водить От кобыли 28 лет, она хороводы умеет водить Уди с глаз моих Ходит он в этом пальто И в валенках Выглядит хуже, чем пленный немец Да зато меня дети любят и уважают А не эти ли дети про тебя стишок сочинили? Здравствуй, дедушка Мороз Борода из ваты Ты подарки нам принес Любим, уважаем На приеме у врача Здравствуйте Ой, извините У вас просто на двери диетолог написано Не-не, правильно, правильно Что? Вы врач-диетолог? А что, смущает вас? А-а-а Сейчас садись Ну, рассказывай, что там Доктор, вы знаете, у меня лишний вес У меня из-за этого проблемы Извините Алло Алло, это милиция? Нет, ошиблись номером Тогда слушай Я маньяк И я слежу за тобой А-а-а Это ты, маньяк, следишь за мной Я тебе хочу сказать Хреново ты следишь за мной Я бы тебе даже сказала Ты меня как это Запустил Так, что там говорите у вас, а? Ну, я же объясняю У меня проблемы Ну, все, не нервничайте Катюша, зайдите Да У нас есть успокоитель? Да Примите Да Вот как у проблемы Сколько вы весите? Ну, 135 А хотите весить? Ну, 90 Так, 135, 90 Это 45 килограмм Ну, я не знаю Можно ногу отрезать Что, можно? Не обращайте внимания Мы просто варианты перебираем Послушай, милая моя, добрая девочка Понимаешь? Проблема-то не в этом Все ваши проблемы у вас В голове Простите, я не понимаю вас Я говорю Башка у тебя Вот такая Понимаю Так Девочки, кто следующий к детологу? А, я Пройдемте Слушай, ну башка у тебя Вот такая Ну, здравствуйте В Пятигорском роддоме номер один Должен появиться на свет Миллионный житель Мэр города Повинуясь своему Прекрасному душевному порыву Уже пообещал его родителям Подарить трехкомнатную квартиру Итак Пятигорск Роддом Да, Зай Я тут одна Ага Так что квартира наша Че б я съела? Ну, купи селедочку С конфетками шоколадными Ага Здравствуйте Здрасте Детское отделение этажом ниже Да нет Я тут рожать собираюсь Зай, я перезвоню Кстати, вы слышали Тому, кто миллионного ребенка родит Квартиру дадут? Не, не слышала Я так тут пришла Четырнадцатого рожать А то мне с тринадцатью В коммуналке Как-то одиноко Четырнадцатого? Да, мы ему даже имя придумали Людовик А ваш муж будет на родах присутствовать? Нафига? Ну как, такое событие? Какое? А, и это Не Мы с мужем сразу договорились Я не смотрю, как он бреется Он не смотрит Ну, ты поняла А мне вот квартира совсем не нужна Знаете, для меня главное, чтобы ребеночек здоровый родился Да, да, да Ой-ой-ой Что, что? Ага Квартира и не нужна Алё, что, купил уже селедочку с конфетками? Ну, умничка, не надо уже Купи мне зефир Ну, не простой, знаешь, со вкусом этого кресла Ну, ты же еще не искал Это сколько же вашего мужа терпения? Хотя бы как гаркнула на тебя Да боюсь, тебе квартира достанется Ой-ой-ой-ой-ой Ой-ой, кажется, начинается Так, стоп, чего? А ну сейчас, сиди, я сейчас, я сейчас, моя родная Да, колясь Мальчик, чё так долго? Да заболталась тут со мной, ага Игорь, простите, пожалуйста, что отвлекаем вас от просмотра выступления Но мне сейчас очень нужна ваша помощь здесь, на сцене От вас требуется только лишь присутствие и ваше обаяние Прошу вас Друзья, бывают моменты, когда член жюри ждет звонки От Александра Васильевича Маслякова И гадает, позовут его на игру или нет Итак, представьте, квартира Игоря Верника за три дня до финала Простите Да перестань ты так переживать, а Я тебе говорю, это Эрнст всю воду мутит Потому что тебя зовут корпоратива вести, а его нет, вот он и завидует Привет Здоров Ну чё, звонил Масляков? Да не, он сидит, ждет А мой, как обычно, без звонка, без приглашения Я ему говорю, Лень, а ты куда собрался? Он говорит, я веселиться Взял скейт, коньяк и ушел Я не могу, оно у меня сердце кровью обливает Я им сейчас сама позвоню Я им такое устрою там Подожди Алло Масляков? А чё это вы Игоря Верника в жюри не зовете? А? Масляков? Я приеду, я вашу контору там на уши поставлю Понятно вам, а? Масляков Ну чё сказал? Я, говорит, жюри вопроса не решаю, сейчас папу позову Да успокойся ты Да чё успокойся, Таня Оскорбив лошадь, они оскорбили наездника Я, главное, как дура, всю ночь пятерку вязала Алло Приглашают провести день рождения Путина Он не пойдет, у него КВН А чё так смотришь с нами? Чё ты смотришь? День рождения Путина ты еще 12 раз сможешь провести А извини меня, 50 лет КВН один раз в жизни Да что ж ты меня, душу-то рвешь, а? Ну я же вижу, хочешь, ну Ну иди поздоровайся с ребятами Иди Беги, иди Беги, беги Иди поздоровайся Ай, побежал, побежал Ай, Танька, что не говори, а наши мужики лучше всех Дамы и господа, прослушайте новогоднее обращение к женщинам Российской Федерации Без тебя, без тебя Все ненужной стало сразу без тебя Здравствуйте, девушки, женщины, бабоньки Вот уже три часа, как наступил первое число А это значит, мы можем поговорить без мужиков Девчули мои, на ближайшие 10 дней именно нам предстоит стать сильным полом Но ведь жалко, мужиков не вывозят, а не Вот говорят, нужно повышать рождаемость Давайте разбираться Женщине за рождение второго ребенка дают Правильно, 300 тысяч рублей А первому мужику, который родит, миллион долларов Я не пойму, вы кого стимулируете? Хочу обратиться к женщинам От 60 и выше килограмм Сестры Вот вы спрашиваете, как похудеть? Может, не жрать? Я вам как на духу скажу Я столько перепробовала Все такое вкусное Ну как не жрать-то, а? И закончить хотелось бы свое обращение Словами жены великого Сократа Ай, это он на людях такой умный Спасибо! За то время, которое мы играем в КВН Наша Оля замахивалась на всех Кроме, пожалуй, Шекспира Итак, Ромео и Джульетта Недалеко от Олимпийского Турина В Вероне, где встречали нас события Там две семьи вели междоусобные бои И не могли унять крамопролития Но много лет минуло с той поры Дружны теперь Монтекки с Капулетти Две некогда враждующих семьи Объединила ненависть к Джульетте Поймите же, друзья, это война Тут либо мы, либо она Да Сейчас вот Новый год и десять выходных Вновь из Вероны увозить родных Нет Она ж как по Вероне ходит пьяненькая Ее боится даже младшая Емельяненко Убьем ее Да Возьмем ножи и сердце ей пронзим Она идет Потом договорим Ты где была всю ночь? Вновь изменяла мне? Об этом говорят по всей Вероне С каких-то пор Разврат считается грехом в стране, в которой правил Берлускони О, девять утра Пора ложиться спать А то мне в девять вечера вставать О, господи, ну как мне с нею жить? Не раскисай Быть может, отравиться Пробовал Взял литр яда Пригласил в фамильный склеп Она яд выпила Спросила сразу, кто производитель Короче, теперь в Вероне яда больше нет Сейчас перешла на стеклоочиститель Ну раз уж невозможно отравить Один лишь выход Сердце ей разбить Она идет! Походу, скоро станет холодней Чего? А что-то белки стали пожирней Прости, Джульетта, за дурную весть Признаться должен У меня другая есть Сказал, как выстрелил Твои слова, как пули Они мне сердце девичье Погнули Ты кто такая? Это Дездамона Она меня безумно любит Да Тогда к ней будет два вопроса Слушаю Ты верующая? Нет Тогда вопроса номер два не будет Что ж, нет повести печальнее на свет Оля! 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 О! Сумас! Что ты делаешь? Она меня ударила Оленька, успокойся Сегодня финал Прости ее А? Знаешь, что будет, если я ее прощу? Акела промахнулся Акела промахнулся Да, им нужен новый вожак Да, 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 да Случаи в семье Привет Ну как встреча выпускников? Зай! Ты что меня ждал? Ты по мне скучал? Конечно, скучал Тебя пять дней не было Узай! Ну не ругайся Мы так классно отдохнули Я всех-всех увидала Представляешь? Муж Смирновый Напился Подрался с мужем Петровым Так, стоп Это что, с мужьями тоже можно было приходить? Зай, у меня ровный нос Я тебе говорю Это что, с мужьями тоже можно было приходить? Представляешь, они нарушили правила Ты почему так долго? Ну мы сидели, вспоминали Что? Где я живу? А вот, почему ты не вовремя, да? Дети спят? Спят Дома убрано? Убрано Есть, есть Есть Знаешь, я вовремя Что, сынок? Явилась твоя ненаглядная Мамочка, мамуля приехала А ничего, что я шесть лет назад приехала? Шесть лет? Вы, наверное, кушать хотите? Зай, я так есть хочу вообще Да ты посмотри, она же никакая Можно подумать, я каждый день хожу на встречу выступников Зайкнула Зай, я беременна Что? Чего поверил, я пошутила? Конечно, поверил Семь раз она не шутила Тут бах, пошутила Зай, дайте куртку купим Ольга Ну че, ты деньги взяла? Зай, дай три тысячи Откуда? Ну мы ж на куртку откладывали Так, а ну быстро спать Маша, подумай Я спать сказал Еще раз добрый вечер, друзья По старой дагестанской традиции Прежде чем сыграть свадьбу Надо обязательно украсть невесту Вот, Шамиль, мы украли для тебя невесту Вот это я удачно попала Вот это поляна А ну, малой, дай пакет Шамиль, это твоя невеста? Так, вы кого мне привезли? Где моя Леночка? Женщина, вы кто? У меня много имен Но ты можешь называть меня просто Мама Моя дорогая Простите меня И не наносите мне увечий Ну, че встали? Я мама Лены Вот решила лично посмотреть За кого моя дочечка замуж выходит Значит, ты жених, да? Ну да А давайте сядем за стол А давайте, а то как-то не по-христиански Вообще-то я не пью Но сегодня, видимо, начну Ну, ребят, давайте Не, не, не Мы не пьем Если мы выпьем У нас потом будет болеть печень А если вы не выпьете У вас будет час болеть печень Так, что это такое? Стих Какой еще стих? Стих это глагол Стих и сел на место Ничего, ничего Сделаем мы из себя человека Даже обезьяне, когда палку дали в руки Она стала человеком А ну, на, держи Сейчас, 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 ребят Подождем Сейчас Вот чем больше я на тебя смотрю Тем меньше верю в эту гипотезу Извините, а вы надолго у нас? Чем вообще планируете Махачкале заниматься? Да буду свининой на рынке торговать Знаете, что Такой бизнес у нас не пройдет Я тебе умоляю Сигареты сначала в спортивной школе Тоже не пошли А потом дети втянулись Как по маслу Ты мне лучше сына скажи Любишь мою дочу? Очень люблю Доча вся в меня Раньше помещалась А сколько детей планируете? Ну, вы знаете Это, наверное, как Бог даст А сам че, не сможешь? Ну, хотелось бы просто, чтоб вот сам Без посторонней помощи Вау, Шамиль, сынок Это и есть твоя Лена? О, знакомьтесь, это мои родители А это мама Лены, кстати Мама, папа Вообще-то наоборот Ничего, привыкнут Ну что, давайте обсудим торжество Значит, свадьбу сыграем в Махачкале А не в Москве, как вы планировали Это еще почему? У вас в Махачкале дагестанцев меньше Ну а потом, после ЗАГСа Сразу поедем в ресторан Погодите Сначала же нужно невесту украсть, ну Ой Нельзя начинать семейную жизнь с воровства Воровать это грех Между прочим, воровство это наш обычай И, видимо, это у вас и на федеральном уровне так, да? Так, что по поводу подарков? Вот вы, кстати, что дарить будете? В общем, мы ему дарим дом, машину, участок возле моря И ресторан в центре Махачкалы Ну и хорошо, что совпадений не будет А мы, значит, смело подарим вам постельное белье Так, женщина А вам не кажется, что вы слишком много на себя берете? А? Приехали в чужой город Порядки здесь наводите Командуете Что, не нравится? А вы, когда приезжаете в чужой город И свои порядки наводите, а? А если я На центральной площади В Махачкале Костер разожгу Кокошник одену и прыгать начну через него На гуслях играть и частушки петь, а? Что это такое? Что это за лиз... Что вы не нашли в этой лизвинке, а? А ну поставь мне Что это за мелодия, а? Что это за движение? Что это? Что это? Ну хотя бы так Вот так бы, хотя бы вы русский народный танцевали Их! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Дорогие друзья, несравненная Ольга Картункова. И команда КВН сборная Дагестана. Для вас с любовью. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну а такая ситуация могла произойти в любом уездном городе. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пакет будете брать? Всем лежать! Это ограбление! Деньги давай сюда. Пистолет повыше. Что? Пистолет повыше. Вот так вот левее. Вот так вот. Спасибо. А-а-а! Лукинский пошел нафиг с Новым Годом. АПЛОДИСМЕНТЫ Выручку давай! Слышь, я директору выручку не даю. Думаешь, тебе и отдам, что ли? АПЛОДИСМЕНТЫ Я тебя сейчас убью! Если ты меня убьешь, я тебя ударю. СМЕХ АПЛОДИСМЕНТЫ Ты что, меня не боишься? Послушай меня. Я в Махачкале три года свининой торговала. Я ничего не боюсь. СМЕХ АПЛОДИСМЕНТЫ Слушай, а где ты такие колготки взял? Че это за фирма? Я просто ищу... Семен Петрович, уважаемый человек! Вы же наш директор. Опять цирк устроили, а? А че ты мне выручку не отдаешь? А я сказал, ничего не дам вам! АПЛОДИСМЕНТЫ Друзья, тема игры вера. Многие верят, что некоторые вещи можно сохранить в тайне. Однако тайное всегда становится явным. Ну, здравствуй. Так вот ты какой, Павел Иванович. Подождите, женщина, какой Павел Иванович? Вы ошиблись. Разве? А у вас какие последние цифры на телефоне? 2919? Да. Ну, значит, никакой ошибки нет, Павел Иванович. А вы кто? Я! Я своя! Как это своя? Ну, Коленька вчера при мне с вами по телефону разговаривал. Сказал, Павел Иванович, я сегодня не могу, я со своей на базар иду. А я просто... Присядем, Павел Иванович. Что ж ты, Павел Иванович, так Коленьку работой загружаешь? Он же домой приходит, уставший, поздно. Я ему говорю, Коль, ну сядь, покушай. Он говорит, а я на работе перекусил. Отвернется и храпит. Павел Иванович, от этих ваших перекусов я голодаю. А я давеча подумала, что он себе кого-то завел. Ну, у меня ж, Коленька, видный мужичок, да? А то сейчас этих шалаф прям пруд-прудит. Ну, тебе ли не знать, Павел Иванович? Я что, пришла? Коленька сейчас на больничном. А потом вовсе увольняется. А вы не думали, что Николай просто влюблен в свою работу? Честно говоря, думала. А сейчас посмотрела, не. Работа серая, невзрачная. Вот я помню, я его с прошлой работы увольняла. Вот это была работа. Ну, а мы продолжаем. Итак, Юрмала, ресторан, романтический ужин. Женщина, стойте! Вы арестованы, вы должны идти в участок. Я тебе русским языком объясняю. Сначала по моим делам, потом по твоим. Извините. Извините, у нас закрытое мероприятие. Ой, а я когда дверь вышибала, почему-то так и подумала. Как дверь вышибала? Сашенька! А мне сказали, что вы в Юрмалу уехали с какой-то красивой девочкой. Ху, от людей, а лишь бы набрехать. Саша, что это такое? Это Варенька, моя бывшая. Бывшая? Бывшая прибывшая. Встречайте. У вас совесть есть, а? Вы меня бросили одну с тремя детьми. Алименты кто платить будет? У них есть три отца, пусть они платят. Три отца? Не смейте! Обвинять меня в моей неразборчивости. Я бросаю любви обильная. В Юрмалу он ее привез. Ха! Меня, между прочим, Сашенька в Париж возил. Да, Саш? Саша, это правда? Я думал, она его увидит и умрет. Не обращайте внимания. Давайте выпьем что-нибудь. А вы знаете, я бы выпила чего-нибудь эдакого? Тасол! Официант, принесите тасол. Но не простой, нет? Какой-нибудь такой эдакий. Выпьем. Легко. Я поднимаю свой бокал. Чтоб вылить на себя короба. А-а-а! Если вы сейчас не отстанете, я вызову полицию. А вот это интересная игра. Уиу-уиу-уиу-уиу-уиу-уиу-уиу. А-а-а! А-а-а! Что случилось? Что, нарушил порядок, я сейчас цепь пересажал в тюрьму. Уй, готовьте, я сейчас вызывать буду. Ага. Вы варвар, Варвара! А вы Саша, Саша, Саша! Сашенька, в любом случае, что бы ни случилось, помните, что говорят ваши родители. А что они говорят? Сашенька, если ты нас любишь, делай все, как говорит эта женщина. Ну вот и делайте все, как говорит эта женщина. Катюша! Фу ты, а! И этот ушел. Жалко, что ты не мужчина. Я б тебя любила, бредила б тобой. Я мужчина! А сейчас интересно мне поподробнее, ага. Нет, нет, не в этом смысле. А-а-а! Сейчас вообще заинтриговал меня. Я, походу, у вас тут задержусь. Не, чтобы остаться в Латвии, нужно купить недвижимость или выйти замуж за латыша. Не, недвижимость не мое, не потяну. А замуж я согласна. А давайте я вам лучше недвижимость куплю. Да ну ты че? Нет, это судьба. Послушайте, вы ни в чем не виноваты, я вас отпускаю. Я ж дорогу в неположенном месте перешла, а? А-а-а! Это мы в неположенном месте асфальт постелили. Постелили? Слово-то какое на грех наводящее. Послушайте. Женщина, оставьте меня в покое. Постелили в покое. Че ты делаешь со мной, да? А-а-а! Вы неправильно меня поняли. Разберемся! А-а-а! В нем уездном городе! Вот! А это я маленькая! Прикинь! А-а-а! 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 А-а! А-а-а! А-а! 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 А-а-а! Не верил мне! А-а-а! А-а-а! А это я с Путиным в Сочи зажигаю! А-а-а! 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 Это не смешно. Так, во-первых, заткнись. А во-вторых, для тебя я не Оля. А кто? Олеся. Живет в Пятигорском Полесье Маньячка-убийца Олеся Поймает тебя на пушке И тюк-топором по макушке Олеся! 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 Так люди кричат, так люди кричат Так, люди! Олеся! Так, мужчины, я не понял, вы че опять под ее дудку пляшете, а? Ты че, горничная? Че, это я горничная? А че ты врываешься в мой номер без разрешения? А вдруг я тут голая? Так, я не буду с тобой разговаривать, женщина. Твое место у плиты. Точно, у плиты. Она не твоя фотография и годы жизни. Ты пустая, грубая, мымра! Че ты сказал? Ну, мохнатая гора, щас я тебе твой кавказский хребет ломать буду. Оля, ты знаешь, я женщин не бью. Тебе же хуже. Я, значит, пустая, да? Полная! Я полная! Да я фигурально! Фигу... Я поняла, что ты про фигуру говоришь! Стой! Ты вынуждаешь меня идти на крайние меры! Ах ты, зараза, так... Ах! Вот теперь точно конец. Приветствия! Тебе конец. Вон мой муж. Валера! Я тебе говорю! Валера! 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 Да Валера! Альса, спасибо! В жизни каждой актрисы наступает закат карьеры. Ту-ту-ту! Каркач стоишь мне. Итак, представьте, театр юного зрителя «Гримёрка». Да! А! Да-да! Ольга Александровна, здравствуйте! Денис Леонидович, здравствуйте, голубчик! Ольга Александровна, у меня к вам неприятный разговор. Что случилось? Вы 20 лет работаете у нас в театре. 20 лет, да. Мне тяжело об этом говорить, но пришло время нам с вами... Не продолжайте, это театр. И у меня свои законы. Ну что ж, секс так секс. А какой секс? Я хотел сказать, что мы вас увольняем, потому что вы пьёте перед выступлениями. Ну это, чтобы войти в образ, передать характер. Бред какой-то! Знаешь, как синьора Помидора подменить, так Ольга Александровна. А как женщина, можно сказать, одинокая, 50 грамм котичку перед выступлением. Так Ольга Александровна! Хоть поверьте, хоть проверьте. Так всё, вы уволены! Вы не можете меня уволить, я прима этого театра! Вы меня, конечно, простите, но у вас от примы только кашель и табак в карманах. А как же дети? А это всё ради них. Вы же когда дюймовочку играете, детям жалко жабу! Молились ли вы на ночь, Денис Леонидович? Чего? Помогите! Друзья, как вы догадались, сегодняшнее наше выступление полностью посвящено Древнему Риму. Как известно, все дороги ведут в Рим. Итак, трасса Сызрань-Калуга, придорожное кафе, где-то под Неаполем. Господи, что первый раз в жизни есть будешь, что ли? Я хочу сделать заказ. Мы не убиваем людей. Девушка, девушка, принесите пасту. Дома зубы почистишь. Вообще-то паста – это варёные спагетти. Господи, чем только люди зубы не чистят. Принесите салат, Цезарь. О, а заказ-то в тему. А почему у вас на скатерти сигаретой вы с женой слово «помогите»? Потому что у нас не курят. Ну, поставьте хотя бы музыку, я не знаю. У вас есть что-нибудь из Пугачёвой? Есть. Кристина Арбакайте. Вы не боитесь потерять работу? Я боюсь потерять свободу. Не беси меня. Да вы ханка! Позовите администратора. Ну, наконец-то для меня нашлась работёнка. Моя цель – защита прав потребителей, потому что я суперадминистратор. Вот я дура-то, дура, а что же я наделала-то? А вы меня теперь уволите, да? Ну, говорили же, не хами, не груби, а у меня же трое детей, у меня же куча долгов, а? То есть ты думала, вот так всё будет, да? Пошла отсюда! И чё они от нас с тебя бегут, а? Повара менять надо. Да сто процентов! Любовь – это самый прекрасный душевный порыв. Ну, а история наших героев, наверное, никогда не закончится. Итак, Саша и Катенька в Испании. Сашенька, как же хорошо, что мы решили провести вино-весец в Испании. Только ты и я. Больше никого. А не надо лежать там, где я хожу, разбросала свою бошку по всему пляжу. Извините, кукурузу не носили ещё, так кукурузы бы съела. Варвара! Сашенька! Ой, как честен мир! А я, главное, в турагентстве смотрю фамилия, имя, отчество, фотографии ваши. Думаю, вы не вы. Вы что, за нами следите? Больно мне надо за вами следить. Месяц, потом два часа в багажном отделении лететь. Где мы хоть? Варвара! У нас медовый месяц! Да! У меня, может, подумать, как будто нет. У меня тоже медовый месяц. С кем? Да вот, с Игорем. Синьора, ке паса? Да подожди ты купаться, у меня тут с бывшим чёртем. Игорь, я тебя умоляю, прошлое мне не ревнует. А давай не обращайте на неё никакого внимания. Вот давайте, не обращайте на меня никакого внимания. Лучше сфотографируй меня, любимый. Катюша, какая ты у меня сексуальная. Вера вашей эротики больше. Игорь, скажи. Да, Игорь, не говори, на неё чё-то не одень. Так, ну всё, мне это надоело, я ухожу. Катюша! Саша! Да поймите, не люблю я вас, у нас нет ничего общего. Как? А Родина? Сашенька, Сашенька. Ке паса? Да не купайся, кто тебя держит, глянь. Сашенька, а хотите, я ради вас Игоря брошу, а? Ой, ты кость широкая. Ой, да тазобедренная. Что проблемы будут, поняла в пять лет. Подо мной прогнулся велосипед. Я прогноз погоды хочу вести, но опять препятствия на пути. Ведь тогда прогнозам будет рад только Сахалин и Калининград. А ещё я думала про стриптиз, Чтоб в танце исполнять мужской каприз. Но окружить не буду я на шесте, Вес тут ни при чём в воспитании. Спасибо КВНу хочу сказать, Что мне помог себя реализовать. И за то, что оценили латыши, Широту не тела, а моей души. Друзья, ни для кого не секрет, что в Европе существует такое явление, как секс-туризм. А у нас в Пятигорске его нет, потому что высокий моральный облик города уже много лет охраняет ООО-желание. Значит, вы говорите и исполняете любые фантазии. Строгая учительница, порочная медсестра и беспринципная полицейская. Скажите, а можно всех сразу? Отлично, жду. Кто там? О-о-о, желание. Ни хрена себе девятый этаж без лифта. Девочки, заходим. Здрасте. Здорово. Добрый вечер. Ну, кто тут решил наказать всю бюджетную сферу? А-а-а-а. Фамилия? Диланян. Очень приятно. Таня, Катя, Ольга Александровна. Подождите, здесь какая-то ошибка. Я вызывал благородных представительниц древнейшей профессии. А тут еще круче. Древнейшие представительницы благородных профессий. Так вы что, настоящие? Ну. А зачем вы этим занимаетесь? Дорогой, ты расценки видел? Я за эти деньги либо в школе месяц буду говорить, как это плохо, либо здесь час, как это хорошо. Так что, как говорится, начинаем. Классный час. А-а-а. Ну, с кого начнешь? Ой, что-то сердце прихватило. А, Танька, ты фартовая. Куда ни приедем, мужики с тебя начинают. Я не это имел в виду. Так, давай выбирай быстрее, у меня перерыв заканчивается. Действительно. Ну, давайте с полицейской начнем. Давай. Неправильный ответ, Диланян. Ты вот сейчас себе десертом аппетит испортишь, потом основные блюда не захочешь. Послушайте, девочки, я так сразу не могу. Ну, может, вы для начала, я не знаю, потанцуете. Кого за него? Поехали. И-ха! Девочки, давай, забегай. Девочки, девочки. Даня, Катя, Ольга Александровна. О, что, опять не так? Ну, я не знаю, ну, добавьте чуть-чуть эротики. А это что, по-твоему, было? По-моему, это порнография. Так, ты меня достал. Катя, давай, пристегни его. Даня, простимулируй. Давай, давай. Аллергия на препараты имеется? Что за препараты? Отпустите меня! Девочки, вот вам тысяча долларов, а я пойду. Ну, что, звоню? Звоню. Алло, Натаха? Ну, вроде как твоего отводили, ага. Чей там следующий адрес? Раечка, диктуй. Я тебя предупреждал. Слушай, Камикадзе. Че ты ходишь к нам? Зачем ты его душишь? Да это КВН, тут все условно. Ну, понарошку, понимаешь? Я не позволю так с ними обращаться. Слушай, а как тебе? Мурат. Мурат. Да и кто по жизни? Я чабан баранов пасу. Послушайте, коллега. Вот вы как своим баранам объясняете, допустим, дорогу к морю? Никак, я их палкой гоню. Ко мне какие претензии? Ба-а-а. 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 Я задумалась, что? Я говорю, мы не бараны. Ба-а-а. Ба-а-а. Значит, вы с ним заодно, да? Да. Ну, хорошо, я вам устрою. Ну, значит, теперь устрою. А не волнуйтесь, ребята. Вы команда, а она без вас никто. Вот, ребята, это сцена. И на ней вы будете стоять. Что, просто стоять? Ну, почему же просто стоять? Конкретно ты, девочка, будешь иногда лежать. Оля, кто это? Это команда КВН «Город Пятигорск». Как это? Ну, раньше это была команда КВН «Город Пятигорск». А теперь это команда КВН «Город Пятигорск». Как ты можешь так с нами поступать? Ты же говорила, ты к нам как мать относишься. А мы неблагополучная семья. Так что оставайтесь со своим защитником овечества. Что ты сказала? У него нож! У него нож! Слушай, а ты меня достал? О, Господи, она снимает часы! 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 Ну, и что вот это ты часы снимаешь? Что произошло? А ты киджал достал. Что сейчас дальше будет? Я женщин не бью. Это святой обычай. Слушайте, ребят, давайте его к себе возьмем. Будет меня на руках носить, скажем, обычай такой. А, Мурат, мы приглашаем тебя в КВН. Да не нужен мне ваш КВН. Так, подожди. Это обычай. Если горца пригласили в КВН, он должен посвятить этому всю свою жизнь. Мне не веришь, у Гусмана спроси. Ну что, договорились? Договорились. Команда КВН-город Пятигорск, похлопайте по обычаю. По обычаю. Спасибо. 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 Спасибо.